Продолжение следует... Он просто рядом быть перестает, Он в память нам надеждой прорастает, И забывать о главном не дает. Этот фильм посвящается светлой памяти И первой годовщине с того дня, Как ушел из жизни любимый и единственный сын. Добрый брат, прекрасный отец, любящий муж И замечательный дедушка Борис Михайлов. На протяжении своего недолгого, но яркого жизненного пути, совершая благородные поступки, Борис снискал к себе любовь и уважение своей семьи, своих друзей и нашей бухарской еврейской общины. Борис родился 15 октября 1957 года в городе Душанбе в семье уважаемых Гавриэля и Миры Михайловых. Борис стал их первенцем и был единственным мальчиком в семье. Позже у замечательных родителей появилось еще три ребенка – девочки Люба, Белла и Неля. Шли годы. Дети росли в теплой и дружественной семейной атмосфере, наполненной любовью, заботой и достатком. Борис рос очень ответственным и послушным сыном. Он с удовольствием помогал родителям по хозяйству, а сестренкам – с домашними заданиями. Борис учился в 53-й школе города Душанбе. Учился хорошо. Учителя часто хвалили его. Он был очень способным и талантливым мальчиком. Хорошо развивался и быстро достигал успехов. Боря обладал великолепной памятью. Выучивал и помнил очень много стихотворений наизусть. Домашние задания делал быстро и без ошибок. И у него всегда все легко получалось. Увлекался шахматами и шашками. Любил играть в футбол. Друзья детства вспоминают, как Боря приходил поиграть в футбол. Мальчишки были одеты в обычную дворовую одежду. Боря же был в костюме и красивых туфлях. Мама Мира обожала баловать своего сына, поддерживая его детское пижонство. Она покупала ему модные рубашки, выглаживала их тщательно, а также его пиджачки. И хотела, чтобы ее сын был самым красивым мальчиком во дворе. Даже если он и вернется потом в потертом и порванном костюме после игры. Папа Габриэль очень много работал. И хотя он часто бывал очень занят, дети не были лишены правильного домашнего воспитания и родительской любви. Тем не менее, главным окошком в окружающий мир и символом защиты этих замечательных детей стала родная мама. Мама Мира очень сильно любила девочек. Но с особой трепетностью и обожанием она относилась к Борису. С величайшим удовольствием и гордостью она всегда говорила, что Боря – это ее жизнь и любовь. Что это настоящий подарок от Бога. Что Он – идеал ее мечты и всегда будет ей верным сыном. Именно так в последующем все и было. Боря относился к матери с огромным уважением, любовью и благодарностью, которая переросла со временем во что-то незыблемое и сокровенное. С нетерпением Боря ждал любого пожелания мамы, чтобы его выполнить и ей угодить. Он ее очень сильно любил и боготворил. Уже по прошествии многих лет, когда Боря стал самостоятельно зарабатывать, малейший намек мамы на то, что она не прочь бы приобрести какой-нибудь дорогой сервиз или шубу, драгоценности или еще что-то, для Бори это был сигнал к действию. Он стремглав летел в магазин или на рынок, и подарок был уже у мамы тут как тут, каким бы дорогим он ни был. Семья Михайловых в Душанбе была обеспеченной, очень известной и уважаемой. Отец работал в знаменитом ювелирном магазине около дома печати главным ювелиром. Мама Мира, во-первых, была очень красивой женщиной и, работая в другом ювелирном магазине возле ЦУМа, сама была украшением этого магазина. Все бухарские евреи города покупали ювелирные изделия в основном только у них. В 1970 году родители провели грандиозное торжество по случаю 13-летия Бориса его бармитцвы. На вечер пригласили уже знаменитого в то время певца, заслуженного артиста Таджикистана Джурабека Мурадова. Мальчик взрослел. Его характер приобретал черты настоящего мужчины. Когда отец бывал в отъезде, Боря старался, чтобы женский коллектив семьи не чувствовал отсутствие мужчины в доме. В 1972 году он впервые пошел на работу и работал у Авраама Гулькарова в продуктовом магазине в Ленинском районе. Получая хорошие деньги, Борис самостоятельно ходил на базар, обеспечивая семью продуктами, а оставшиеся деньги до копейки отдавал матери. В свои 15 лет он уже был настоящим мужчиной в доме. 5 сентября 1977 года семья эмигрирует в Израиль. Через короткое время Боря идет в армию. Мама очень часто приезжала в воинскую часть навестить своего сына. Собираясь в дальнюю дорогу, она готовила его любимые блюда и с нетерпением ждала встречи. Тревожась за своего сына, она просила звонить ей каждый день. И каждый день ровно в 8 утра в родном доме раздавался телефонный звонок. Звонил Борис, рассказывал о прошедшем дне, интересовался о том, что происходит там, у мамы. Самое трогательное, что эту добрую традицию мама и сын сохранили на всю жизнь. После армии Борис устраивается на работу в магазин по продаже электротоваров. Уже здесь, в Израиле, семью ждут радостные события. Выходит замуж старшая дочь Люба. И через 6 месяцев выходит замуж Белла. Боря начинает встречаться с красивой девушкой Мариной, дочерью знаменитого купца Кутаиси Шлому Якубашвили. В 1982 году Боря и Марина поженились. 1985 год. Большая семья Михайловы переезжает в Америку. Боря буквально влюбляется в эту страну. В этом же году любимая сестра Бориса Нелля встречает своего спутника жизни Ильяса из уважаемой семьи Сулеймановых. Борис с величайшим удовольствием принимает участие в организации ее свадьбы. Переезд в Америку, а именно Нью-Йорк, способствовал раскрытию талантов Бориса. Он стал одним из самых популярных карт-дилеров Нью-Йорка, проявляя при этом таланты прекрасного продавца, прекрасного психолога, тонкого знатока машин и глубоко порядочного и благородного человека. Борис очень любил свою работу. Сотрудники и многочисленные клиенты очень уважали Бориса и тянулись к нему. Благодаря финансовой поддержке Бориса семья Михайловых окончательно укрепилась в своем статусе, как обеспеченная и ни в чем не нуждающаяся. Уже здесь у Бориса и Марины рождаются четверо детей. Старшая дочь Рэчел, двойняшки Лия и Шломо, кстати, названный в честь папы Марины, и младший сын Давид. Дедушка Гавриэль был удостоен чести получить Сандаку Шлому. А Сандаку Давида был поручен любимому зятью Ильясу Сулейманову. Боря воспитал очень правильных и послушных детей. Они все обожали своего папу. Он любил их баловать. Правильно воспитывал. Старался, чтобы дети никогда в жизни не испытывали нужды ни в чем. Заботясь о правильном восприятии детьми окружающего мира, Борис заботился также об их религиозном обучении. Все дети учились в Яшиве, что обусловило впоследствии почитание ими всех еврейских традиций, соблюдение шабатов, еврейских праздников и так далее. Борис был горд выбором каждого из своих детей. Дочь Рэчел вышла замуж за Рому Пенхасова, сына Тома и Игоря Пенхасовых. Шлому женился на Карине Ибрагимовой, дочери Эдика и Тани Ягудаевых. Лея связала себя узами брака с Ариэлем, сыном Узиэля и Иры Ароновых. На сегодняшний день у Бориса и Марины пять внуков и два, как говорится, на подходе. Невероятную поддержку и помощь он оказывал незнакомым людям в бухарско-еврейской комьюнити. Очень многим прибывшим на постоянное место жительства в США бухарским евреям он отдавал машины бесплатно, лишь за обещание, что когда у них появится возможность, они заплатят. Любой житель города, знавший Бориса, может подтвердить, что он был очень щедрым и бескорыстным человеком, и он не нуждался в награде или благодарности. Добрый и чуткий от природы Борис плохо себя чувствовал, если видел, что другие живут хуже, чем он, и считал своим долгом помочь даже незнакомому человеку. Его поступки были обусловлены желанием сделать других людей счастливее. Сопричастность к счастью другого человека была истинным счастьем его самого. Будучи искренним человеком, он имел много друзей, был верным другом и очень ценил эту дружбу. Помощь Боре, оказываемая людям, была невероятной. Однажды ему пришлось ночью срочно выезжать в другой штат, чтобы помочь освободить из тюрьмы одного из своих друзей, заплатив за него огромный залог. Другому другу он помог сохранить семью, когда тот был на грани развода. Постоянно по праздникам в синагогах он оплачивал по 30-40 стульев для других людей, которые не могли себе это позволить. И так было в Америке, Израиле, Канаде, Австрии. 2 марта 2019 года был обычный субботний вечер. После плотного ужина Борис пошел отдохнуть, лег спать и не проснулся. Перестало биться сердце. Нашего дорогого Бориса. Нет слов, чтобы выразить горе, которое постигло семью Михайловых. Уже вот год, как мы не можем все успокоиться. Тяжело в это поверить, что с нами его нету. Я представляюсь, если нам тяжело, каково вам, родным, близким, родителям, конечно же. Очень больно говорить об этом. Вы знаете, есть люди, которые гоняются за именами. Это человек, за которым имя Бегова. Любил очень своих родителей. Страстно любил своих детей. Это не только несчастье ваше, поверьте мне, это несчастье для всей общины бухарских евреев. Я, Эмед, горжусь, что у меня в моей жизни был такой период, что со мной рядом был человек, который всегда протягивал руку помощи. даже тем, кого не знал. Этот человек хотел жить красиво и умел жить красиво. Ушел из жизни любимый и единственный сын, добрый брат, прекрасный отец, любящий муж и замечательный дедушка. его уход из жизни стал огромной потерей для всей семьи и для всей нашей бухарско-еврейской общины. Каждый человек, которому посчастливилось общаться с Борей, будь то в Америке, в Израиле, в Австрии, в Канаде никогда не забудет его жизнерадостность, доброту, порядочность, скромность, простоту, честность, ответственность, гостеприимство, уважения уважения к себе и окружающим. И память о нем мы будем передавать через поколение в поколение нашим детям, внукам, правнукам в далекое будущее. дорогой дорогой наш Боря, нам так тебя не хватает, покойся с миром. они, как правило, уходят не прощаясь, не прошептав своих последних слов, возможно, в дальний путь не собираясь, в ту дальнюю дорогу грез и снов, пускай они не с нами, мы их любим и вспоминаем радостные дни, и наше сердце никогда их не забудет, как будто где-то рядышком они. Редактор субтитров А.Семкин